Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Суббота, утро и разработчики порадовали новой рулеткой. Главная нагада восьмерка Шерломейн. Что он собой представляет? Обязательно посмотрим, обязательно перейдем на мой пресс-аккаунт и там эту машину выкатим из ангара, для того, чтобы посмотреть на что она способна в реальном бою. Крутить буду у себя на основном аккаунте, поскольку данной машины в коллекции на основе у меня нет. Что касается прокрутов, здесь целых 18 прокрутов и если вы заберете себе машину до 16 прокрута включительно, то машина и плюс какие-то плюшки обойдутся вам в 12 787. Мне кажется, что все-таки для данного танка это дороговато. Что касается полной стоимости рулетки, то 18 прокрутов обойдутся вам в 17 537. Ну и если говорить откровенно, я всегда отбрасываю последние два прокрута, потому что на них, как правило, приходятся самые важные награды. Как правило, это сам танк, если рулетка на танк, ну и, соответственно, его легендарный внешний вид. Но стоит отметить, что на Шерломейна этот легендарный внешний вид, который действительно нужен этой машине, потому что без него танк вообще не смотрится, что бы вы на него ни надели, это и есть Шерломейн. Ну а что касается машины в голом ее состоянии, то выглядит она абсолютно не броская и ничего интересного здесь для глаз вы однозначно не найдете. При этом всем стоит отметить, что в отношении шансов здесь, как вы видите, в отношении того, чтобы камуфляж на эту машину был несоизмеримо низкими шансами выпадения точно так же, как и машина, нет. Здесь данный камуфляж имеет 1,67% и тот же самый Теслаган имеет меньший шанс выпадения. Пустяково меньше, но все равно присутствует эта разница. Поэтому, ребят, здесь не будет такого, что машина 0,15% и ее легендарный внешний вид тоже 0,15% или 0,20%, как обычно это разработчики делают. Поэтому отбрасывать два последних прокрута не является совсем правильным. Именно поэтому, в принципе, можно говорить о том, что если вам машина выпадет не за 18, а за 17 прокрутов, то 15537 придется отдать за данный танк, ну и, соответственно, за вот эти вот награды. Дороговат набор, если рассматривать данную рулетку именно в виде набора. Я же рассматриваю это как возможность достать машину немножечко дешевле, нежели она стоит и нежели ее будут, скорее всего, продавать в ближайшее время. Понятное дело, потом она пустится по цене. Машина не является легендарной. Ну и, соответственно, не думаю, что на него долго ценник будет держаться на каком-то таком потолочном уровне. Давайте будем прокручивать. Сильно далеко в рулетку уходить не буду. То, может быть, где-то какой-то косарь 2 солью. Посмотрим, что будет выпадать. Мало ли, может, сейчас что-нибудь выпадет из мистиков. Суммарно, ребят, здесь можно забрать себе целых 150 тысяч серебром. И, обратите внимание, будете брать их по 50 тысяч 3 раза. И, соответственно, данное серебро не кисло так сожрет вашу голду. Это факт. И к этому необходимо быть готовым. Сейчас я забрал себе иксы. В принципе, неплохо за 50 голды забрать себе 10 иксов по икс 5. Ну, как-то все равно не то. А за 75 голды 50 тысяч кредитов я бы в жизни не покупал. Едем дальше. Посмотрим, что дальше будет выпадать. Конечно, хотелось бы пополнить свою коллекцию Шерломейном. Неплохая машина. Но все равно, не знаю, не то. Совсем не то. Один собери их все. Глядишь, сейчас десятка какая-то, как выпадет мне. И сразу рулетка мне становится ненужной. И ничего мне не выпадает. Мне выпадает 10 сертификатов по 200 свободки. Такое себя по талисманам. Мне еще необходимо целых 3 талисмана для того, чтобы забрать себе косарь золотом. 135 голды. Скорее всего, дадут мне либо свободку, либо 50 тысяч кредитов. И то, и другое я считаю тоже несоизмеримым. Я лучше свободку фармить буду. Вау. Вау. Я заберу себе косарь. Ничего себе. Сегодня прям мой день, ребят. Сейчас как озолочусь, блин, мало не покажется. Так. Забираем. Открываем еще один контейнер. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Еще один талисман. Ну и с этого контейнера 100% выпадает мне косарь голды. И я не думаю, что что-то еще отсюда сейчас выпадет. Танка явно не будет. Ну вот. Все. Хотя бы косарь голды вернули. Уже неплохо. Что касается того, что я на данный момент потратил. То можно сказать, что потратил меньше тысячи. Ну, однозначно меньше тысячи. Меньше половины тысячи даже. Ну, а косарь все-таки на счет мне упал. А значит, можем еще немножечко покрутить. Ну, давай. Давай, Шерломейн. Падай мне в ангар. Ну. Ну, давай. Нет. Иксы упали. Ну, ладно. Окей. Хорошо. Иксы так иксы. В принципе, они мне не нужны. Потому что я не так сейчас занят прокачкой аккаунта в отношении открытия новых машин. Что касается элитного опыта экипажа. То я уже открыл все слоты до седьмого уровня включительно. Поэтому тоже не интересует. Уже стала неинтересна абсолютно эта тема. Так. Что тут у нас? Да ничего. Все? Да. Все. Один контейнер. 355 голды. Ну. Ну, давай. Ну, давай. Не жадничай. ВГ не гоните. Давайте. Подкиньте. Ха-ха. Это фигушки, да, ГСН? Фигушки тебе. 2000 свободки. Тоже за 300 с копейками голды в жизни бы не покупал. Даже если бы предложение такое было в магазине. Не вижу никакого смысла. Да и, честно говоря, 2000 свободки как-то по-нищебродски что ли. Уже хотя бы там, не знаю, пятерку бы начали ложить в рулетку. Ребят, пишите свои комментарии по поводу уровня наград. Я имею ввиду качество и объема наполнения рулеток. Не считаете ли вы, что рулетки должны иметь в себе, если свободку, то хотя бы там, я не знаю, тысяч, пять, десять, чтобы можно было с этой рулетки собрать. Я не думаю, что компания Wargaming таким образом порушила бы полностью всю экономику игры. В конце концов, экономика игры, она держится не на свободном опыте. Она держится на голде, которую люди покупают, в том числе и за реальные деньги. Я имею ввиду, они, в принципе, покупают за реальные деньги, но можно, конечно, зарабатывать голдишку, но все равно не столько. Так, 597, едем дальше. Пока, пока не готов останавливаться, может быть, до 35 тысяч опущусь. Ой, 35, господи, 53 тысяч, может, опущусь. Но не думаю, что оно того будет стоить. Вообще, любая рулетка, она должна вами рассматриваться как набор, который вы покупаете за полную стоимость. И это дает вам готовность морально-психологическую к тому, что вы отдадите определенную сумму золота со своего счета, для того, чтобы попытаться что-то себе отсюда забрать. В частности, главную награду, я имею ввиду. Если вы не готовы крутить ее до конца, то делайте максимум 3-4 прокрута и на этом останавливайтесь. Теслаган тоже бы в жизни за косарь голды не брал, там 990 или сколько было. Ну и вот получается 1250. Что у нас по шансам? Мистики мне не выпали. По шансам у меня на машину даже полупроцента не набралось. Что касается того, что дальше будет однозначно мне выпадать, кредиты целых 59,37, можно сказать, 60% вероятности того, что дальше выпадет именно вот эта вот лабуда, всего лишь 50 тысяч серебро. Ну, как бы вообще неинтересно. Мистики стали более интересными, практически 15%, но тоже, ребят, согласитесь, когда у вас есть 60% вероятности выпадения кредитов и когда у вас D2 обвес может выпасть вероятностью 20,5%, то, скорее всего, мистики вам падать не будут. Ну, я имею в виду, мне падать не будут. Что касается Камо, ну, даже если он не выпадет, то зачем он мне надо, если нет самой машины и дальше придется идти ва-банк. Я к этому не готов и не хочу дальше сливать свою голду. Чего, в принципе, и вам желаю. Не сливайте голду просто в унитаз, делайте все с умом и умейте вовремя остановиться. Покрутил в данном случае, да, ушел в минус, ну да ладно, надеюсь, что вы мне хотя бы лайк поставите за то, что я показываю все таким, какой она есть на самом деле. Ну, а теперь переходим на мой пресс-аккаунт и давайте выкатим Шерломейна из ангара для того, чтобы посмотреть, на что он способен. Что собой Шерломейн представляет в отношении технических характеристик? Как обычно, засудим с вами исключительно орудие, но и здесь вы ничего прям парадоксально уникального не найдете. Восьмерка с перезарядкой в 11,5 секунд, грубо говоря, имеющая время сведения в 4 секунды, с учетом того, что оборудование, как видите, в двух слотах у меня проставлено на улучшение данного технического показателя. Что касается точности, разброс в плане себе приемлемый, 0,330 играется довольно-таки приятно. Что касается урона, то 390 единиц. Не знаю, зачем здесь скосили десятку, поставили бы 400, это бы ничего не поменяло, но хотя бы глаз бы радовало и не смотрелось бы, как в каком-нибудь супермаркете. Купи за 3,99. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8. Очень комфортно, очень приятно. Что касается пробития, то мне лично достаточно. И здесь стоит отметить, что у Шерломейна осколочно-фугасные голдовые снаряды. Это хэш-фугасы с пробитием в 158 миллиметров и можете накидывать по 470 единиц урона. Короче говоря, самое классное, где можно играть на Шерломейне, это направление средних и легких танков. Там, где эти хэш-фугасы, можно, в принципе, неплохо применять. Но есть и ложка дегтя в отношении данного момента. А ложка дегтя сводится к тому, что если вашего пробития недостаточно для того, чтобы пробить вашего соперника базовым снарядом, то улучшить это вы уже не сможете однозначно. Что можно с этим сделать? Вот здесь вот вы можете с досылателем переставить себе на калиброванные снаряды. Иметь пробитие в 238. А хэш-фугасы будут иметь осколочно-фугасные снаряды голдовые. Пробитие на 16 миллиметров выше и будет уже составлять 174. Именно в такой комплектации я и играю на данной машине. Потому что, да, пускай перезарядка становится дольше практически на секунду, но при этом всем я имею возможность чаще использовать хэш-фугасные снаряды. Они, правда, стоят денег. И каждый выстрел хэш-фугасом будет стоить вам целых 4800 серебра. Что однозначно ставит большой жирный крест на фарме на данной машине. Но все-таки Шерломейн это один из тех танков, которые покупаются или выигрываются. И играют на этом танке исключительно для попытки получения максимального удовлетворения от боя и фана. А не для того, чтобы на нем зарабатывать. Ну что, ребят, поехали. Попробуем покатать такого себе непонятного товарища. И вообще, честно говоря, его внешний вид больше приближает его к семейству Дефендеров. Хотя не является барабаном, но вот внешне, по-моему, там ему было бы самое место. Ну что, погнали. Ну что, ребят, поехали. Давайте попытаемся подкатиться как-то туда на направление средних легких танков. Единственное, что для него эта задача, я бы сказал, сложноватая. Потому что особой подвижностью машина не обладает. То есть это такой типичный тяжелый танк, который далеко не самым лучшим образом передвигается по карте. Ну а в горку на нем подняться, ну, я начинаю вспоминать игру на каком-нибудь АТшнике. Который под горку, когда пытается подняться, то еще трое-четверо должны сзади его в корму подталкивать. Что касается точности. Ну вот сейчас выцеливаем. На всякий случай хэш-фугас. И, пожалуйста, товарищ в ангаре. Точность у орудия действительно есть. И те, кто пишут в комментариях по поводу того, что орудие косое, нет, оно не косое. Просто необходимо понимать, что с учетом времени сведения, вам необходимо просто меньше торопиться. И больше времени выделять на то, чтобы орудие нормально свелось. И тогда, в принципе, будет вам счастье. Так. Добрали. Хотел подъехать и забрать недобитка. Мне бы хватило в любом случае даже моего базового снаряда для того, чтобы это сделать. Но, к сожалению, добрали до меня. Что-то в этой машине есть. Что-то прикольное, что-то интересное. И что-то абсолютно нестандартное. Любители хэш-фугасов уж точно будут рады данной машине у себя в ангаре. Но только лишь тем, кто готовы за это платить. Как я уже сказал, игра на хэш-фугасах абсолютно полностью хоронит. Само понятие фарма серебра на данном танке. И какие бы результаты вы не выдавали, в каком-то плюсе жирном вы не будете. Может быть вы не будете в минусе, но в какой-то там прям жирный плюс уходить вы однозначно не сможете. Так. Еще один. В принципе, добрал бы его, даже если бы союзник его не подранил. И обидно, конечно, что забрал так мало. Так мало хп у соперника. Три фрага. Ну и поехали добирать оставшихся. Мне, честно говоря, Шерломейн нравится. Машина нестандартная. Машина прикольная. Машина, предоставляющая какие-то дополнительные ощущения в бою, нестандартные. При этом всем платить за него, грубо говоря, там 17 с половиной тысяч голды, безусловно, не стоит. И будьте готовы к тому, что вы можете прокрутить полностью всю рулетку, из контейнеров ничего не получить, но максимум вы дособираете талисманы на голду. Если данных талисманов ранее у вас не хватало для косаря, то, может быть, какую-то тысячу золота вернете себе обратно. Но не более того. Поэтому, даже не знаю, ребят, наверное, все-таки данная рулетка не совсем та, которую стоит однозначно крутить до самого финиша. Многие пишут мне в комментариях по поводу того, что GSM тебе классно, у тебя аккаунт подкручен. Ага, да, конечно, понятно. Но первое, почему так многие пишут, потому что, смотря мои видео, где я их не озвучиваю с открытием контейнеров, люди ошибочно считают, что я открываю эти контейнеры у себя на аккаунте. Но это не так. Я открываю у себя на аккаунте и всегда это комментирую. И, как вы помните, и можете посмотреть видео в отношении открытия контейнеров, то там у меня результаты, ну, прям совсем плачевные в отношении открытия контейнеров. А из рулеток, ребят, я никогда не забирал себе главную награду раньше, нежели последний прокрут. Ну, так что считать мой аккаунт основной и мои твинки подкрученными, ну, как бы, дело такое себе. Я сейчас играл на хэш-фугасах, несколько штук использовал, потратил на это практически 10 тысяч серебра. И я, видите, типа был бы в плюсике на 3 тысячи серебрушки исключительно, исключительно, вот так, чтобы в ноль не упасть. Что же касается результатов с прем-аккаунтом, ну, окей, да, здесь 15 тысяч, ну и, в общем, кратко говоря, это далеко не фармер. Если вы хотите посмотреть дополнительное видео по данной машине, я положил ссылочку в описании. Как я уже сказал, тачка классная, тачка интересная, многим зайдет, но помните, это не машина для заработка серебра, это машина исключительно для фана, если вы сможете это удовольствие на данной машине получать. Это было абсолютно честное мнение по поводу рулетки, ну, а вы, друзья мои, свое мнение пишите обязательно в комментариях. А еще подписывайтесь на канал и ставьте лайки данному видео, я стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.